Выявлена группа фармацевтических компаний, которая по специальной схеме искусственно завышала цены на ввоз лекарств и их продажу населению Кыргызстана. Об этом стало известно в ходе расследования ГКМБ по искоренению коррупции в системе здравоохранения. По делу было начато досудебное производство. В офисах и на складах компании были произведены обыски и получены документы, подтверждающие наличие двойной бухгалтерии. Кроме того, стало известно, что вышеупомянутая группа компаний по согласованию с некоторыми высокопоставленными чиновниками при их же поддержке уклонялась от уплаты налогов, скрывала реальную стоимость ввозимых лекарств, а затем продавала их гражданам по высоким ценам. Согласно коррупционной схеме, используемой компаниями, фармацевтические бренды производят свою продукцию на нескольких фабриках. Иностранные компании, которая занимается импортом лекарств в Кыргызстан, покупает медизделия, искусственно завышая их цены, отправляет их нескольким компаниям в Кыргызстан. Через них коррумпированных врачей, а также аптек, продаются дорогие лекарства. Расследование также обнаружило доказательства того, что коррумпированный маркетинг, незаконные торговли и импорт дорогих лекарств были поддержаны сектором здравоохранения. Фармацевтическая компания импортирует в страну лекарства по искусственно завышенным ценам. Таким образом, представители фармкомпании заключают коррупционные соглашения с региональными структурными руководителями системы здравоохранения о продаже своих средств на территории Кыргызстана. Руководство этого учреждения разрешает им проводить информационные компании среди врачей. Между тем, медикам даются идентификационные номеры специальные рецептурные бланки. С ними согласовывают и процентные ставки за продажу каждого лекарства. Таким образом, препараты, необходимые для лечения пациента, изначально назначаются уже по подготовленным специальным бланкам. Следует отметить, что врачи назначают препараты согласованной компании вне зависимости от того, дорогой ли препарат или есть аналог, который обойдется пациенту намного дешевле. Второй экземпляр формы остается у врача. Пациент на собственные деньги покупает лекарства по рецепту в конце месяца или по истечению особого срока врач сообщит в компанию, что он прописал именно те лекарства больным гражданам. После получения подтверждающих документов по сравнению с продажами в аптеках, представители фармкомпании проводят расчеты и выплачивают врачу премию или вознаграждение в определенном процентном соотношении. Таким образом, компании продают поддельные лекарства по высоким ценам, получают прибыли и экспортируют свои средства в третьи страны. По итогам расследования стало известно, что размер премии врачам составил около 8 миллионов сомов в месяц, сообщает в ГКМБ. В ГКМБ добавили, что незаконные действия вышеупомянутых компаний по импорту лекарств приведут к налоговым потерям и уменьшат доступность лекарств для наиболее уязвимых слоев населения. В результате руководитель одной из компаний был задержан и доставлен в изолятор временного содержания ГКМБ.